В поселке Новокручининске на прошлой неделе начали массово убивать собак. Зверства продолжаются сейчас. Мы выехали на место, чтобы разобраться в проблеме. Зрелище действительно ужасающее. Это происходит на протяжении уже последних двух лет. Я сама буквально прошлой осенью была свидетельницей, как на моих глазах заезжает машина в поселок, из-за ее форточки вытаскивается оружие и целится в собаку. Это было буквально в пяти метрах от меня. Собака убежала тогда, но после этого снова была куча трупов животных в поселке. И, как вы видите, никто их не убирает даже, не заботится об этом, они валяются. По словам очевидцев, двое неизвестных мужчин среднего возраста подходят к бродячим собакам, гладят, кормят их, а через несколько минут на земле остается погибающее животное. Прямо среди бела дня на глазах у детей, у взрослых люди ходят, видят, как собаки отравленные, мучаются в течение какого-то времени, не бьются в вагоне, и все это происходит на глазах у детей. У нас нет специализированных машин, я ни разу не наблюдала, специализированных людей. И итог мы видим по лесам, за домами. Это видят дети, это видят взрослые. Собаки бегают с пеной во рту, то есть не только отстрел, видимо, еще чем-то травы. Трупы животных находят повсюду, даже вблизи школ и магазинов. За неделю уничтожено 10 собак. Мы сейчас находимся в 300 метрах от школы, где буквально вчера на наших глазах была отравлена очередная собака. После таких рейдов, отлова, так сказать, животных, эти трупы собак валяются повсюду. Позавчера буквально мы разговаривали тоже с мамой, и она говорила, что бегала собака с пеной, им пришлось прямо обходить вот эту территорию, чтобы не столкнуться с ней. Ребенок маленький, то есть убежать там все сложно. Полномочия по борьбе с бродячими собаками принадлежат ветеринарной службе. С октября месяца, дважды в месяц мы обращались в ветслужбу на основании заявлений граждан. Но когда они приезжают или вообще не приезжали, я не в курсе. То есть они нам не отчитываются. Бывает, конечно, что они заезжают, когда у них сделана работа, они подписывают у нас акты, что они действительно были. Вот в этот временной промежуток не было никого. Работники ветеринарной службы подтвердили, они выезжают только на основании заявлений от администрации. И поселок Новокручинецкий за прошедшие две недели ни разу не посещали. Глава местной администрации обеспокоена ситуацией. Найти дыхантеров и установить их личность пока невозможно. В прошлый четверг у меня было два звонка от местных жителей о том, что собаки ведут себя неадекватно, что жители были беспокоены тем, что вроде бы как, может быть, чума какая-то собачья, что собак трясет. Ясно было, что это массовое истребление. И в пятницу уже были звонки о том, где находятся эти трупики. Управляющая компания предоставила автомобиль для сбора этих трупов. Мы их собрали. О том, что продолжается отрава животных, я не знала. Услышалась буквально от вас.